Между тем, перенять опыт развития сельского хозяйства, в том числе и казахстанский, намеренно Уганда. В этой сфере в стране занято свыше 80% населения. Также Казахстан интересен и в других направлениях этой сферы энергетики, торговли и туризма. Об этом на выставке Экспо заявили представители делегации Уганды во время церемонии открытия национального дня. Его празднование стартовало с гимнов и поднятия флагов двух стран. Она продолжилась выступлением афро-танцевального коллектива Крана Перформанс под аккомпанемент национальных инструментов. Не менее богатые национальные колориты в самом павильоне Африка Плаза. Это посуда, одежда и различные сувениры. Представлены здесь и проекты, отражающие тему выставки «Энергия будущего». Страна, богатая солнечной энергией, планирует строить у себя электростанции за счет привлеченных на международной выставке экспо-инвестиций. Развивать инфраструктуру также предполагается в виде строительства авто и железных дорог, телекоммуникационных объектов и водоохранных комплексов. Кроме того, Уганда намерена расширять рынок сбыта производимых товаров, в частности, сахарной, текстильной, рыбной и другой продукции. Я хотел бы выразить свою признательность правительству Казахстана за усилия, направленные на расширение рынка для африканских продуктов путем проведения выставки «Экспо» в Астане. У Ганди есть чему поучиться у Казахстана в области образования, развития людских ресурсов, науки, технологий и культуры. Мы очень благодарны за поддержку, предлагаемую для участия в этой выставке и надеемся здесь найти потенциальных партнеров и инвесторов. Продолжение следует...